МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Ля-Минор. Меня зовут Ксения Стриж. В эфире программа К нам приехал. В гостях у меня сегодня группа Белый Орел. Здравствуйте! Ответела листва у природы своё обновление. И туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Эти жёлтые листья в ладони свои собираешь. Отцветкали они и лежат на холодном лугу. И ты сердцем моим, словно листьями, теми играешь и бросаешь костёр, не сжигая только нашу мечту. Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Субтитры создавал DimaTorzok И полетели вместе с нами... Го-го-го! Субтитры создавал DimaTorzok Я боюсь твоих губ для меня. Это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И всё это хочу навсегда. Навсегда я покинусь. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Андрей, по-моему, вас зовут. Дело в том, что вы не первый раз на телеканале «Ля Минор», но первый раз в моё эфирное время. И, по-моему, всё-таки в том составе, который я сейчас вас вижу, я, в общем-то, солиста так помню. Немножко, немножко, да, был другой. Вас зовут Андрей, вас Леонид. Вы из старого состава или из нового? Да, я тот самый из Магикана. Тот самый. Самый старший. Тот самый, понятно. Я думаю, что было бы логично представить всех остальных, да? Вдруг кто-то смотрит сегодня, вас вообще видят первый раз. Я наверняка, то, что вас сегодня видят все первый раз, это абсолютно точно. Представьте тогда музыкантов остальных, вот трёх, они просто безмолвные, мы сегодня разговариваем. Да, вы позволите, я как музыкальный руководитель коллектива, это моя прерогатива, я с удовольствием представлю наших музыкантов. Вот справа от меня наш, в общем-то, бессменный гитарист, он тоже из старого состава, Дмитрий Чернышов, прошу любить и жаловать. Да. На барабанах у нас играет совсем недавно наш новый товарищ по группе, я его с удовольствием представляю, это Рустам Шафи, вот, и бас-гитара Дмитрий Болдырев. В общем-то, вот здесь... Тоже новенький, нет? Тоже, да, совсем недавно. Вот мы решили немножко обновиться, нам на будущий год 15 лет, поэтому мы так... Да, 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 немножко обновиться, еще себе немножко, просто всех заменили нафиг. Нет, это вообще старый руководитель. Ну, хотелось бы знать еще, в общем, непосредственно героя, что является лицом, понятно, вы ум, честь и совесть группы, да, Леонид? Ну, да, лицо. А лицо группы, голос группы. И наш вокалист Андрей Храмов. Вот, Храмов, надо знать, чтобы запомнили люди, чтобы уже ничего никого не путали, скажу честно. Мне вот, например, не знаю, как следующие песни, а вот эта песня больше понравилась вот в вашем исполнении. Не хочу обидеть предыдущего, ну, как-то помесись тебе, как-то свежо. Спасибо. И все такое. А в связи с чем все-таки такая замена? Я, в общем-то, наверное, больше к вам обращаюсь, поскольку, наверное, это ваша воля была. Ну, вы понимаете, да, во-первых, тяжелый напряженный гастрольный график не позволяет многим вот выдержать забега, скажем так, да. Вот, кто-то уходит... Да, сгорели на работе, мы это называем, да. У кого-то появилась семья, дети, и вот ездить на гастроли стало сложнее, вот, поэтому мы вот в таком... То есть это именно только с этим связано, а не с тем, что, в общем-то, просто надоело. Или как бывает это в группах? Вы знаете... Кто-то решает уходить в сольное плавание. Это часто в группах так бывает, и группы потом либо разваливаются, либо заменяются, в общем-то. Безусловно, да. Ну, группа «Белый орел», в общем-то, это такой бренд, что, в общем-то, жить без него уже очень сложно, потому что вот пытались некоторые наши товарищи, да, предыдущие, которые выполняли роль вокалистов, делать какие-то сольные сольные... А сколько было вообще у вокалистов? Я так... Вообще было трое. Если не считать основного человека, который все придумал и создал, Володю Жечкова, да, который является по сей день бессменным, так сказать, вокалистом в альбомном варианте, да, и продюсером группы «Белый орел», было еще вот три таких промежуточных звена за вот эти... Потому что вот какое-то звено, видимо, я не помню, потому что в концертной деятельности мы с вами, конечно, за эти 15 лет неоднократно встречались и на площадках, где я, соответственно, вела концерты, а вы были одним из участников там, и какие-то сборные концерты. Ну, я не буду сейчас всех называть поименно, но, в общем-то, было вот три промежуточных звена, мы так это называем. А что касается репертуара, ну, понятно, что начало – это визитная карточка, да, и заканчивать тоже программу если мы успеем, если нам позволят наши зрители не обрушиться на нас с телефонными звонками, что, в общем-то, конечно, приветствуется, но если хотите еще одну нетленку услышать, то, в общем-то, делайте это разумно. Обрушивайтесь аккуратнее, да? Да-да-да, да-да, до звания, обрушивайтесь аккуратнее. Остальные песни, то есть есть в связи с новым составом обновления и репертуар? Безусловно, конечно. Другая личность, немножко другой голос, немножко темперамент. Конечно, да, и мы сегодня покажем наши новые композиции, которые войдут вот уже в новый альбом, я надеюсь, к осени мы его все-таки уже презентуем. Какой он по счету за 15 лет-то? Вы знаете, официально вообще седьмой. Ну, не так много. Не так много, да, просто вот мы… Мне казалось больше. Очень требовательный к материалу, к репертуару, очень долго отбирается, это все делается, переделывается. Поэтому вот пока седьмое официальное, так сказать, издание. А вот в этом составе сколько вы существуете? Вот как вы сегодня пришли ко мне? Вы знаете, вот если от первой до последней замены, да, вот за последние шесть месяцев мы полностью поменялись. Это за полгода? За полгода, да. Премьера нового состава, можно сказать, на… Абсолютно точно. На телевидении, вот так скажем, да, наверное. Хорошо, ну потому что нельзя чего объявлять эту песню, она, в общем-то, на слуху и все знают. «Сладкая моя» – следующая история. Всем женщинам посвящается. Субтитры подогнал «Симон» Сладкая моя Губы словно вишни Месяц за окном Будет третий лишний Странная любовь Неземная сила Нас двоих она объединила Ты со мной И ты так прекрасна Ты со мной И я снова счастлив Ты со мной На грани блаженства Мой идеал Совершенства Сладкая моя Ты одна такая Ты всегда со мной И с тобой так сладко В музыке сердец И воображений Нежных рук твоих Прикосновенья Ты со мной Ты со мной И ты так прекрасна Ты со мной И я снова счастлив Ты со мной На грани блаженства Мой идеал Мой идеал Мой идеал Скорее всего На грани блаженства На заре образования Отечественного шоу-бизнеса Естественно Много было Различных проектов Намного больше Нежели сейчас И все интересное Что сейчас существует В большинстве своем Оно зарождалось В 90-е как раз годы Потому что Как раз для шоу-бизнеса Это были на мой взгляд Очень интересные годы Очень личностные Разнообразные По самовыражению И по всему И конечно Вокруг каждого Вновь появившегося проекта Были всевозможные Какие-то легенды Мифы И так далее И конечно Белый орел Не исключение Вот например Там один из Может быть миф Может нет Может быть этот вопрос Вы же задавали вам Раз 200 Но я-то с вами встречаюсь Вот так вот Тет-а-тет И с интервью Да На большую аудиторию Первый раз И поэтому В общем-то Задаю вопросы В первую очередь Которые интересуют меня Может быть Это интересно И кому-нибудь Из телезрителей Канала Ля Минор Что изначально Этот проект Белый орел Он Господин Владимир Мжечкин Он планировался Как не гастрольный вариант А чисто Альбомный Да Альбомный Но и в принципе Он не ожидал Что такая популярность Друг будет Он хотел такое себе Хоум-аудио сделать Просто Но любит человек петь И хоум-видео тоже Ну да Хоум-видео Да-да-да Но хоум-видео Так вот Мой вопрос заключается в том Что по-моему Группа как таковая Была набрана намного позже Чем появился материал Может быть через года два Или три Потому что все ходили Думали Аж как же выглядит Этот парень Который поет такие песни И как-то это все И Владимир не хотел показываться Потому что боялся Ну я не знаю Разочарования что ли Или еще Что нам представляют Кого-то там непонятно кого А тут выйдет Такой простой парень Вот И в принципе Вот визуальная картинка Белого орла Она вот появилась Из-за того Что начали Вот там требовать Или как Вот там я не знаю Вот расскажите Мне кажется Это любопытно Абсолютно верно Да То есть это не миф Да Группа появилась Уже в гастрольно-концертном варианте Спустя два с половиной года То есть вот два-три Поэтому приятно Такое ощущение Что вы прям готовились Очень серьезно К нашей встрече И память хорошая Отлично Да Ну вообще Ксения Стриж Группа Белорел У нас сегодня вообще Такая передача интересная Пернатая Вот И конечно Володя отчасти не ожидал Такого умопомрачительного эффекта Вот Значит тех песен Которые вышли Вышли на рынок И посыпалось Такое количество предложений С приглашениями на гастроли В никуда Вот просто Хотим Белорел Хотим Белорел Хотим Белорел И по тем временам В общем-то И гонорары были Так вот даже и скрывал По-моему Что он непосредственно Имеет отношения Он как-то колдовался сначала Да Такое ощущение Что думал Пройдет, не пройдет Если хорошо То я нарисуюсь там Да А если не пройдет То вроде я как-то У него никакого отношения На самом деле Нет Знал конечно Ограниченный круг Друзей Близких Товарищей Вот Для многих Это была такая Шутка с его стороны Да Мы вообще очень любим шутить Там сюрпризы какие-то Вот Поскольку у Володи Был очень большой бизнес рекламный Да Он был по тем временам Весьма состоятельным человеком И в коммерческом смысле Коллектив Группа даже с высокими гонорарами Его в общем-то Особо это не интересовало Не надо Вот Но Такое было уже Желание публики Все-таки увидеть воочию И услышать воочию Эти песни Что у него возникло Это предложение Создать коллектив Концертно-гастрольный Я помню еще реакцию Чудовичную Совершенно Такую Потому что Ну в общем-то Люди Которым не очень Медведь наступил А так только Дунул в ухо Вот Они конечно Услышали Большую разницу Исполнение На пластинке На диске И за счет Выходит И какая-то такая Типа фанерщики Или что-то еще Или это несколько составов Типа там Стрелки Много сопроводительного Всего Было Безусловно Хотя Все Все Исполнители Которые Приглашались На роль вокалистов Группы Белорел В первую очередь Конечно Подбирались По тембральному Принципу И безусловно В студийных Условиях Мы могли Там где-то И подровнять И Жечков вообще Говорил У меня все поют У меня все поют Он бросал Вот Вы знаете На концертах Не было вот такого Прям явного Антагонизма Да Потому что Life is life Все-таки Это было Но главное было Соответствие Внешнего И содержания Больше Вы знаете Больше искали Отличия Между Людьми Которые выходят На сцену И теми Экранными Персонажами Которые Снимались В музыкальном Видео Группы Клипах Эстетика была Очень серьезная Снималось все На кино По тем временам Это было вообще Шикарно Все Володя Янковский В основном Снял Больше Количество Наши У нас вообще Клип индустрия Была круче У нас кино Было чудовищное В 90-е А клипы Туда отдавалось Все Это были Маленькие Прозведения искусств Безусловно Но тогда Если вы помните И в эфирном времени Было гораздо больше Программ Где можно было Разместить Музыкальный вид Сегодня Концепция поменялась И когда нам Задают вопрос Почему у нас В начале Даже двухтысячных Было так много А сейчас Нас в экране Стало так мало Первый ответ Совершенно объективный Потому что У нас действительно Очень много гастролей И мы Один раз Не смогли приехать На какой-то канал Принять предложение Второй, третий, пятый, десятый И соответственно Где-то заработали себе Такую репутацию Не совсем Так сказать Людей нуждающихся В дополнительных эфирах Но в общем Это не самая плохая история На самом деле Да Я имею ввиду Так для Имиджа А по большому счету Конечно же А для чего артист Чтобы на него смотрели Я согласен Да Но вот люди Которые приходят На концерт Наши зрители Да Как раз мы Относимся сегодня К категории артистов Которые не надоели Которых немного Которые не переборщили Да И где-то В общем-то Это тоже Я считаю Что для нас Это определенный плюс Тем более Что люди приходят Слышат свои любимые песни И все это так У нас по-домашнему Безусловно Мы любим больше Такие небольшие Концертные площадки Там тысячники Да Мы их называем Нежели чем Какие-то стадионы Там и дворцы спорта Странно Мне кажется Что наоборот Вы как-то так Нет Мы можем и так И громко У нас же Наш рекорд Но сейчас Стадионы Как-то не очень Если только в провинции Так у нас Ну безусловно Нет Ну конечно Это не те 90-е Когда это все По 5 концертов в день Стадионы Питком был Вот народ голодный Был до музыки До всего Хорошо Ну слава богу Что моя информация Еще Которая уже 15 лет Оказалась Более-менее Достоверной А может быть Даже и совсем достоверной И вот теперь Помощь зала 50 Звонок другу Дело в том Что за Две секунды До начала эфира Решили бы поменять Следующую песню Название которой Я разговариваю с Леонидом Конечно же забыла На краю На краю Вот Меня подсказывают артисты Замечательно Это песня Из одного Из сериалов Которые недавно Вышли на наш Отечественный экран И мы с удовольствием Из сериалов Да Это главная песня была Как безумно Порой весна Из сериалов 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 Кто никогда не стоял на краю Кто никогда не стоял на краю Тот не живет Как чистую душу оставить свою Живым остаться судьбою в бою Кто никогда не стоял на краю Тот не поймет Тот никогда, никогда не поймет Спасибо К вам, Андрей, вопрос Наверное, не самая хорошая история Когда все равно, если очередной новый солист Приглашается в группу, все равно сравнивают Барабанщикам могут только профессионалы сравнивать А вот так вот поклонницы, поклонники Сразу начинают прислушиваться Вроде репертуар-то знакомый И вроде письта А что-то вот это вот постоянное Привыкать, так сказать А годы-то идут? Или месяцы? Я уже привык Нет, ну ощущение вот так вот Что принимают Ну вот, например, объявляют За эти шесть месяцев был уже концерт В составе с вами Не один Вот Ну вот, например, Белый Орел И вдруг приезжает брюнет, ждут блондина Вот Что-то такое вообще Может быть, вполне возможно, не узнают Кто-то выходит, думает Монтировщик, наверное, вышел подправить там свет Или что-то еще Ну да-да Нет, а потом запили Так это вот это вот Ну привычного там для этого Как-то не особо Потому что думают Че, кто это? Это он же, что ли? Пластика? Там, в общем, какое-то время Какие-то 15 минут концерта Все-таки присматриваются Прислушиваются и так далее Я был готов к этому То есть это Ну на самом деле Концертов было уже очень много И Только один вот случай помню Где-то То ли в Ярославле То ли где-то кто-то закричал из зала А где вокалист? А так на самом деле Все очень ровно проходит Ну Когда закричали из зала Где вокалист? Андрей сразу на меня показал Я приду на помощь Андрею Я скажу вам, знаете Открою маленькую тайну Публика всегда сравнивает Очередного солиста группы Беларел Со мной Потому что я-то присутствую все время И вот под нашей Как мы смотримся? А, в этом смысле? Да, то есть это самое Ну вы так скромные сейчас Да, Леонидовна В принципе, имеете право У нас есть звонок телефонный Сейчас будет мнение какое-то Здравствуйте 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 Я хотела бы Я звоню из Серпухова Хотела бы Да, хотела бы Андрею Передать большой-большой привет Из его родного города А, как я неожиданно От его одноклассников Из 14-й школы Мы его ждем В нашем городе В любимом с гастролями И еще хотим тебе сказать, Андрей Что ты самый лучший Белый Орел Краску валялась Вогнали в краску Ну это какая-то Сашке привет Первая любовь, возможно, позвонила Не будем уже вдаваться В подробности А, ну А что В классе там оно всякое бывает А, это жена одноклассника Ну да Значит, просто первый друг Ну, видимо Ну не к любви Хорошо, топаем дальше Потому что я думаю Что сейчас уже Вот положено начало Из родного города Я думаю, что звонков будет много А хочется все послушать Поэтому мы будем так Распределяться Умеренно Теряй Следующая история Редактор субтитров А.Семкин Хочешь, тебе подарю Все счастливые сны Хочешь, я просто отдам Все, чему нет цены Огонь Моей Весны Доброе утро В открытой Балконной двери Молодость Каждого дня И безумство Зари Моей Бери Бери Теряй Не жалей Все, что было С тобой На меня Бросай В огонь Теряй А ключи От счастливого Нового дня Возьми Ладонь Не прячь Не прячь свои крылья Лети В мое сердце Меня Других Не знай Теряй Не жалей Все, что было С тобой До меня Теряй Теряй Я на край света За счастьем Прости не пойду Не пойдет Не пойдет Не пойдет Знаешь, я был там И звезды давно Все в саду Горят В моем Саду Так что, любимая Нежное Сердце готовь Верность За деньги Не купишь Не купишь Любовь Восьми Без слов Без слов Теряй Не жалей Все, что было С тобой До меня Бросай В огонь Теряй От ключи От счастливого Нового дня Возьми В ладонь Не прячь Свои крылья Лети В мое Сердце В меня Других Не знай Теряй Не жалей Все, что было С тобой До меня Теряй 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 Не прячь Свои крылья Лети В мое Сердце В меня Других Не знай Теряй Не жалей Все, что было С тобой До меня Теряй Теряй Некоторые Такой музыкантский Вопрос Наверное Не знаю Наверное К вам обоим Хотя будет Отвечать Музыкантский Вопрос Жанровый Вроде как Я понимаю Что сейчас Время эклектики Но тем не менее Начинали Четко Разножанровое Время Была Абсолютно Поп-территория Танцевальная Территория Рок-территория Было Очень Все это Четко Полагерно И Я так Всегда Прислушивалась У меня было Интересно Вроде По заквасу Это как Спросили У кирпича Фокс фраер Или нет Вроде Так Фраер Непонятка Такая Вроде По заквасу Роковая история И насколько я знаю Вы за рубежку Такую классику Играете И все По Особым праздникам И для себя Я думаю Тоже Вроде Закваска Такая Я так думаю Что и Володя В общем-то Наверное Его юность Пришлась Именно на эту музыку Поэтому возникла Такая Такая Потребность Тоже Этим Заняться Вот А с другой стороны Вот В рок Тусовку Вы не входили Никогда И не входите По сей день Но в то же время Вы и не Особо так Поп музыки И такая Вот Какая-то Раздербанка Получается Между Да-да-да И вроде Для лирики Такой вот Для тетенек Вы слишком жесткие По музыке Да Вот Для тетенек Там Да Вот Как там Который На Филиппа Киркорова Ходит Вот Вроде Вы и вот И не Скорпион Такие вот Если сравнивать За рубежкой Так Да Для детей Что ли Скорпион Сочетает Такой подростковый Вариант Как и Металлика Вот Вроде Как и Нет И вот Непонятно Че И вроде И мужики Такие Вот такие Вот мужики Они не должны Особо валом валить на концерты, такие брутальные мужики там, потому что... Вот что такое-то? Представляете, какие мы несравненные. Да, какие вот... Не, ну просто для себя ведь как-то, наверное, вы определяете какую-то свою нишу. Знаете, нет, я думаю, что на самом деле мы, вот я имею в виду тех людей, которые каждый день выходят на сцену играть эту музыку, да, мы для себя в первую очередь классифицируем это как музыка. Вот мы играем музыку, да, уже подразделять под стилистические какие-то рамки. В общем-то нам, с одной стороны, уже самим неинтересно, да, потому что мы видим реакцию публики, и вот те самые тетеньки, которые ходят на... С брошью. ...на Киркорова, да, вы знаете, они очень активно реагируют. Они надевают черепа просто. Ну, не совсем, ну не черепа, да, но поверьте мне, что... Не брошь, а с юрексом, да? Да, что вот судя по тем овациям, которые устраивает нам зал, да, и одна из наших таких тяжелых довольно произведений о в чистом поле «Система град» есть у нас такая композиция, да, зал просто встает. Зал просто встает, настолько вот патриотично, и уже там все возрасты, да, «Белому Орлу» все возрасты покорны, я могу сказать это с полной ответственностью, то есть от 15 и до упора. Но все-таки в связи с этим мне так бы казалось, что вы вот в сборных концертах в процентном соотношении меньше участвуете, чем сольных, потому что очень трудно вас в какой-то сборник вот вписать. Ну, на самом деле, на самом деле нас вписать в любой сборник очень легко, потому что песня «Кокупательный в России вечера», она, в общем-то, она говорит сама за себя. Это день города, да. Это день города, это день государства какого-то, поверьте, да, это нормально. Какого-нибудь. У нас, кстати, да, у нас рекорд... Нет, «Кокупательный в России» все-таки в России. Да, 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 300 тысяч зрителей «День независимости Израиля» мы имели честь с этой песней поднимать российские флаги, так сказать. Ну, нет, ну, а там 90 процентов, по-моему, там, ну, не 90... Ну, 300 тысяч, ну, да, да, это серьезная, конечно, аудитория, серьезная. Хорошо, топаем дальше. Звонка у нас нету. Все... Все слушают. Затаились, да. По всей видимости, я задаю все те вопросы, которые интересуют их. Они только набирают. Эх, надо дослушать. Стрижуха задала мой вопрос. «Любовь твоя». Следующая история. Серьезная тема. Сядь, послушай меня, Расскажу все, что знаю. Я не стану тебя Утомлять откровением. Три минуты пройдут, И я улетаю, А потом все вернется. Я спешил, я не спал, Я опаздывал сном. Я не знал, что со мной Каждый день происходит. Я ловил на миду В каждом сказанном слове Смысл жизни, который Куда-то уходит. Любовь твоя и колка-колкая, Любовь твоя жестокая. Любовь твоя, как виды тонкая, Чужая, чужая и далекая, Такая одинокая, Ты забыла о главном, И плаваешь мелко. Наши души скорели В костре ожиданий. И давно на часах Остановлены стрелки, Мы в холодном плену Бесконечных желаний. Придет новый день, И останутся мысли, За которыми кто-то вернется. Однажды пусть ты вспомнишь о нас И о жизненном смысле. Жизнь одна у тебя, Остальное неважно. Любовь твоя и колка-колкая, Любовь твоя жестокая. Любовь твоя, как виды тонкая, Чужая, чужая и далекая, Такая одинокая, Твоя любовь. Любовь твоя, и колка-колкая, Любовь твоя жестокая. Любовь твоя, как картинка тонкая, Чужая и далекая, Такая одинокая, Твоя любовь. Твоя любовь. Хорошо, а у меня два вопроса от блондинки. Первый – это каким образом происходят кастинги, когда в очередной раз нужно... Вот я просто услышала, Что дозвонилась барышня из Серпухова, Да, вот в Серпухове жил там все человек, Что-то делал там. Ну, может быть, он уже жил и здесь, Может, в Серпухове – это просто его родной город. Да, Андрей? Вот, но как это... Как вот откопать еще людей-то? Или, может быть, в каком-то коллективе работали? Ну, конечно. Где? По Москве кавер-группы. В смысле? Ну, в смысле, в ресторанах, что ли, или что? Ну, клубы в основном. Клубы, просто... Кавера, рок, старые классики. Ну, а как на... Это клич какой-то был в интернете Или ходили, рыскали по клубам? Рыскали по клубам. Да, да, да. Нет, на самом деле, мы в клуб уже с директором нашего коллектива. Кстати, это еще один человек, который с первого дня вообще... Да, так что мы не все, не полностью поменялись. Он спрятался чуть-чуть. Да, в клуб мы с ним приехали уже целенаправленно посмотреть, как Андрей себя ведет на сцене, как он вообще работает. Ну, откуда они его нашли? Слух. Вот, слухами «Земля» полнится, да. Потом он все-таки поработал. Сыганское радио. И в известных коллективах тоже, таких как «Земляни», например. Да, ладно? Да, та самая песня «Барсалина». Ну, там все на дно лицо для меня были. Я все время поражалась вот этой их постановке. У них вот здесь это висела гитара всегда. Ну, здорово. Вот совсем как-то. Это рок-эстетика. Я думала, какие длинные руки или какие короткие ноги у людей. Или какие большие гитары. Нет, нет. Самая низкая посадка гитары была, да, «Земляни». Не, но все очень похожи, все вот с этими длинными волосами. И так как крупники тогда не давали, когда «Землян» показывали по телевизору очень редко, давали общий такой план. А телевизорики маленькие, ЧБ. КВН, да? Да, да, да. Ксюша, ну, на самом деле, это тайна продюсера нашего, Володи Жечкова. Да, он как-то нас уже ставит перед фактом. Он звонит и говорит, что, ребят, вот нужно посмотреть в 30 с человеком, пообщаться и посмотреть. Вот с Андреем, в общем-то, была та же самая ситуация. То есть это он откуда-то, да, он откуда-то там роет, а потом и гонцов посылает. Все понятно. И так со всеми было, да? Да. С музыкантами же тоже как-то надо найти, музыкант. Потому что одно дело так, хоп, надо освежить коллектив там по той или иной причине. А попробовать... Ну, здесь уже такая цыганская почта, музыкантская работа, да? То есть вот у нас случилась такая ситуация, что вот нам срочно понадобилось два участника в коллектив барабана и бас-гитара. Неужели так много сейчас таких свободных, талантливых музыкантов? Мы нашли, я считаю, что мы нашли. Обязательно все где-то чего-то подыгрывают. Удачно просто так получилось. Ну, я считаю, что талантливых мы точно нашли, да. Баси с барабанщиками, они должны любить друг друга, как раз что-то они распарят. Ну, да, да. Они меняются парами, как правило, да. Хороший. Тот самый случай. Хорошо, первый вопрос блондинки ответили. Как находят парней красивых голосистых? Второй вопрос блондинки. Белый орел. Почему? Я думаю, что идея названия этого коллектива также Владимиру принадлежит. Это как корабль назови, так и поплывет, да? Полетит в данном случае. Белый орел, понятно, там есть белая ворона. То есть белый орел, это, видимо, такая же большая редкость, да? Я не знаю, мне так кажется. У нас в России... Или это просто красивые названия, или это, ну, я не знаю, человек-птица, может быть. У нас, на самом деле, белый орел очень редкая птица, безусловно, да? Это больше, так сказать, американского направления, да? То есть орлан, тот самый белоголовый, да? Вот, но в нашем случае все гораздо тривиальнее произошло. Я уже говорил, что у Володи была очень большая рекламная кампания, примеры своя, да? И именно его кампания занималась в середине 90-х продвижением на рынок российской, той самой знаменитой, американской водки. Белый орел. Ой, был такой миф, слушала я точно. Да, 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 вот эта реклама, это все было... Ну, точно, был такой миф, да, но просто так, как я не употребляла этот напиток, вот, как-то у меня это выветрилось сразу, то есть у меня как не ассоциировалось. Вот, собственно говоря, вот с этого все и началось, да, выпив в очередной раз этого замечательного напитка. Ой, как мне нравится, когда вот все просто, когда вот нет вот этой какой-то подоплеки. Вот меня тоже спрашивают, Ксения Стриж, это что, это такая толстая птица с большими крылами, которая взбирается, она не может с места взлететь, и потом она разгоняется от этой горы, и летит, и машет, и машет, потом на брюхо приземляется. Я говорю, где вы это прочитали? Кто вам это рассказал? Кто вам это рассказал? Энциклопедия какая-то. Я говорю, да нет, просто Ксения, длинное имя, надо что-то ассоциативное, я же на радио начинала, и желательно с согласной, чтобы просто как-то оно и ассоциировалось с чем-то. Все, я говорю, просто математика, по которой у меня твердое два с плюсом. Хорошо, я вот люблю, когда все вот так вот бесхитростно, просто выпили, а вот, о, так и давай так, вот это все, и будет. Кто знает, тот у того будет ассоциироваться правильно, и все, все очень просто, все очень просто. Я иду, я иду. Да? Ну и мы пошли. Миллион причин Не в мою пользу скажешь Будешь права, родная Миллион мужчин Будут счастливы даже этим словам Я знаю, я не удержал Своё счастье, своего шуравля Он в руках был И я к тебе бежал И в одночасье Светы потерял Твои дождь смыл Холодно По улицам города Я иду и на коту Думаю, что сказать тебе И как тебя не отпустить Чтобы ты могла меня простить И остаться со мной Видеть так больно Как любимая плачет Хочу, чтоб ты поняла Ничего она В моей жизни не значит Никогда не значила Просто глупота Так, всё получилось Теперь без тебя мне прожить Как, я не знаю Так, сердце застыло За эту ошибку Плачу так дорого К тебе по городу Я иду и на коту Думаю, что сказать тебе И как тебя не отпустить Чтобы ты могла меня простить И остаться со мной Я иду и на коту Думаю, что сказать тебе Чтобы ты могла меня простить И любить хотя бы иногда Но остаться со мной навсегда Холодно По улицам города Я иду и на коту Я иду и на коту Думаю, что сказать тебе И как тебя не отпустить Чтобы ты могла меня простить И остаться со мной Я иду и на коту Думаю, что сказать тебе Чтобы ты могла меня простить И любить хотя бы иногда Но остаться со мной навсегда Неожиданное окончание произведения Произведения произошло Группа Белый Орел Если бы только что Решили посмотреть И попали в аккуратную программу К нам приехал Ну вот все-таки 15 лет Ну я, конечно, понимаю Что Андрей еще не напился Тут тоже вот Не набарабанился человек Не набосился Как я понимаю Вот И поэтому, в общем-то Конечно же, там для вас Это новый этап Какой-то новая история Новое настроение И так далее Но Леонид Ну, 15 Сколько можно, да? Нет, нет, нет 15 лет все-таки Я не знаю Я не говорю о том Что нужно куда-то уходить И так далее Тут есть у нас монстры И 30-летие отмечали И 50 на двоих И 60 на семерых Там, ну и все что угодно Вот Но У них у всех Параллельно По несколько Каких-то экспириенс Там Кто-то Сидит в звукозаписи В студии Потому что у него там Как Саша Кутиков Да, там Продюсированием занимается Потому что просто музыка И ему уже тесно в этом Просто съездить на концерт С группой Машины Время Там У У Гременщикова Какие-то Время от времени То Тунгусы То Монголы Какие-то появляются То есть он делает тоже Какие-то экспириенсы Макаревич Понятно У него кривольская там танго Маргулис вообще С кем только что не делает Вот Я говорю сейчас О таких Монстрических историях Даже те же Воскресенье с машиной Они что-то соединяются Вместе Делают И все там Крематорий Он там рисует Больше теперь чем поет Вот И там что-то еще Да У него выставки больше Так и эти тоже Там Кто-то рисует Кто-то лепит Кто-то крестом вышивает Я не знаю Но что-то такое Обязательно Есть Вы вот поработали Там с киношкой Да Как я понимаю Ну я не знаю Приходит в это время Что надо Ну я не знаю В жизнь любого человека Там особенно Когда эта жизнь Там связана Ну семья Да Не важно Из двоих Из троих Или там Это музыканская семья Она должна куда-то двигаться Иначе она начинает Стоять на месте И начинаются уже конфликты На пустом Ну просто уже начинаешь Другого раздражать Это просто закон психологии Вот Что у вас Что вы ждете Ведь всю популярность Которую возможно Своих поклонников Ну не знаю Конечно Может народятся новые Понятно Причем нарождаются Да Нарождаются Но это значит Когда им будет 15 лет Это значит еще 15 Там еще что-то Растить нужно Вот Все-таки С музыканской точки зрения Как мне кажется Получили удовлетворение И популярность И востребованность И все И дальше просто идет Ну как Ну маленькое пополнение Там репертуара И так далее Не хотелось бы Что-то замутить На самом деле То что касается меня Ну во-первых У меня монолог был длиннющий Сейчас То самое Допустим Студийное время Оно тоже ложится На мои хрупкие плечи Да И когда мы возвращаемся С гастроли То мы садимся в студию То есть в студию вы рулите Да То есть я И музыкальный руководитель Еще и саунд-продюсер Такой мне Почетный Жечков мне дал Такое название Да То есть Уже времени не хватает Да И тем не менее Я успеваю На самом деле У меня есть какие-то Параллельные И проекты И шоу я делаю Да То есть я просто Не хотел бы сегодня Об этом говорить Я об этом расскажу В свой юбилей Мне вот Грядет 45 лет Первым Я считаю серьезный юбилей И вот там я Кто-то мне сказал недавно А Руслан Казанцев Юбилей Один раз в жизнь бывает Потому что юби То ли с греческого То ли с кого Это 50 Юби Да Вот И соответственно Юбилей он только один раз Все остальное Это круглые даты Да Круглые даты День рождения Вот и там я надеюсь Своих друзей Гостей Удивить Вот как раз теми Какие-то фокусы Возможно Неизвестные Эквилибристика Пантомима Нет На самом деле Я больше руковожу Этими процессами У меня есть Очень хорошее шоу Которое Все это делает Вот Так что У меня жизнь полна В этом отношении Я думал Надеваете полосатый костюм Колпаки Не подумайте Да Голубые блузы Да Да Это все В общем-то Все есть То что касается Ребят мы Играем Вы понимаете Разностилистическую музыку И кто-то Вот в свободное От основной работы Время любит Джаз поиграть А то есть Еще как-то позволительно Андрей у нас вообще Рок-эстетический музыкант Такой То есть у него Очень много Каверовых каких-то Выступлений У Димы Чернышова Соответственно тоже Да У нас к сожалению Сегодня В рамках этой программы Мы не можем показать Да У нас русскоязычный канал Да Но я думаю Что те кто приходят На наши концерты Они понимают О чем я говорю Ну да Разнообразен Так же как например Вкрапляет Естественно Это же никак не вычеркнуть И это Нутро Саша Маршал У него обязательно У него идет программа Идет патриотическая Там какая-то у него есть Любовная лирика Вот И обязательно в конце Он сбацит что-то на английском Своё Что он любит Зарет звучит Да Ну вот он тоже Он тот Татарий Калифорния То еще что-нибудь То есть он горький парень Не поет А поет классик Мы разнообразимся Да Это помогает выжить Да А вообще от Белого Орла Что бы еще хотелось Вот так вот Вы знаете Ну на самом деле Чего-то еще ожидается Или просто так ровно Хорошо существовать Нет, не ровно Не ровно Когда на концертах У нас случаются такие вещи Что в первых рядах Вот недавно Я не помню Какой это был город В первых рядах Сидели вот совсем маленькие девчонки Там по пять По шесть лет В таких бальных платьях Красивых Ну видно В этом дворце культуры Занимаются И вот пришли на концерт И когда они вместе с нами И вместе с залом Запели Нельзя быть на свете красивой Так вот Потому что я думаю Что еще 30 Не то что 15 Еще 30 впереди А потом так как мы обновляемся Главное чтобы самим не надоело Нет Ну мы же Вот видите Кому надоедает Мы раз их меняем Освежили Вот меня припрет Скажу Все хочу на пенсию Значит на этом месте Будет сидеть человек Который я безусловно подготовлю Самое интересное А я все тут же буду сидеть Мне считается Я так говорю Главное не надоело А сама-то 20 лет Я уже не стал Я уже не стал Отправлять Нет, да почему Почему Так и есть Альбион Следующая песня Моря достались Альбиону А нам разлука река Там уизлучены С тобою мы обручены По простуженным бульварам Гербарий дни Опавших даром Дым Долгих ночей В небо течет Нечень Ах, как болит В сердце твой русский шепот Жизнь На пролет Наотмашь На взрыв Сети границ Ломят нас, как птиц Клином разных стай Прости Прощай Прощай А в общем Все не так печально Плыви, мой ангел Плыви Просто Все ростано И не вернуть И поздно Пускай игра свечей Не стой Река разлука Слезы солит Пусть Мимо морей В небо впадет Скорей Ах, как болит В сердце твой русский Шепот Жизнь На пролет Наотмашь Нам взрыв Все эти границ Ломят нас, как птиц Клином разных стай Прости Прощай Ах, как болит В сердце твой русский Шепот Шепот Жизнь На пролет Наотмашь На взрыв Все эти границ Ловят нас, как птиц Клином разных стай Прости Прости Прощай 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 Я не спросила На следующий год 15-летие Как-то это будет Какой-то Летят перелетные птицы Сейчас идут очень серьезные переговоры По этому поводу Володя Жечков очень серьезно Как раз занят решением этих вопросов грядущих И я думаю, что все, конечно, разрешится И мы порадуем всех Интересным Юбилейным концертом Так надо же совместить 45-15 Альбомы И 45 Экономно Не надо подходить К проблеме Все в одно И фокусники И белый орел И альбом Презентация Мне кажется, может, ждет Такой большой какой-то праздник Ну, у нас такой год получается В общем-то, да Можем целый год это отмечать Поэтому Хорошо Надо петь Ради тебя Ради вас Только ради тебя я хороший Дорогая, все ради тебя Никогда не узнаю Похоже Как же раньше я жил, не любя Для тебя я на скачках рискую Одеваюсь, как будто в кино Только ради тебя я танцую И хочу обыграть казино Только ради тебя Только ради тебя Я страдаю и плачу, любя Только ради тебя Только ради тебя Дорогая, все ради тебя Только ради тебя я играю Со своей судьбой без конца Наиву и во сне повторяю Дорогая, все ради тебя Для тебя я на скачках рискую Одеваюсь, как будто в кино Одеваюсь, как будто в кино Только ради тебя я танцую И хочу обыграть казино Только ради тебя Только ради тебя Только ради тебя Я страдаю и плачу, любя Только ради тебя Только ради тебя Дорогая, все ради тебя Играет музыка Играет музыка Дорогая, все ради тебя. Играет музыка 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 Ну что тебе, мои порывы и объятья? На том и этом свете буду вспоминать я, Как у боительных в России вечера. Как у боительных в России вечера. Как у боительных в России вечера. О-о-о-о! Вау! Удивительно насчет этой песни. Я вот просто хочу с вами поделиться, потому что я это говорила, по-моему, всем и везде, кроме, собственно, вас, исполнителей этой песни, первых исполнителей. Вот песня соткана из сплошных штампов, что литературных, что этих, но это единственное произведение, которое сотканное из штампов, которое совершенно не слушается пошло, а даже с какой-то очень классной такой самоиронией. Единственное только, это вот слова, по-моему, Пелениагру, да? Да, Пелениагру. Да, Пелениагру, да. Вот. Такой. Ну, молдавская школа, видимо, что-то, потому что и вальсы, нет, и вальсы Шуберта, и хруст французской вальсы. Шуберт никогда не писал вальсы. Ну, замени одну фразу, Пелениагру. Вальсы Штрауса. Ничего не поменяется. Штраус писал вальсы, Шуберт никогда не писал вальсы. Это неграмотно. А я учила мус-литературу 7 лет, и я просто знаю. И не только я, на самом деле, но это настолько вот просто. Я, конечно, понимаю, что в этом контексте это допустимо. Легкий панк. Да, да, да. Сколько вопросов, обсуждений, реакций каких. Да, да, да. А вот Пелениагру знал, что это будут обсуждать. Да, это молдавский ход. И угадал. Спасибо вам, друзья, рада вас видеть. Думаю, на следующий год, на все ваши юбилеи прекрасно погуляем с вами. Встретимся намного раньше, не прощаясь надолго. Всегда ваш Ксения Стариж. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»